Я опубликовал в 1897 году, но вообще тема довольно простая и встречалась и до Бернсайда. Идея простая. Если конечная группа действует на конечном множестве, то есть на самом деле, если задан гомоморфизм из конечной группы g в группу перестановок элементов множества m, или для тех, кто не любит слово гомоморфизм, нужно так сказать, что вот когда мы берем элемент группы g и элемент множества m, то должно быть известно, что такое g от m. Но причем естественное правило, что g1 умножить на g2 в группе g и потом примененное к m, это то же самое, что g1, примененное к элементу g2 от m. Так вот, количество орбит, что такое орбита? Два элемента множества m считаем одинаковыми, если один можно перевести в другой, да? То есть, когда у нас задано действие группы на множестве, то есть одна орбита, внутри любой элемент может быть переведен в любой другой, при помощи группы g есть другая, вот. И вот количество таких орбит – это среднее значение количества неподвижных элементов множества m. которые оставляются на месте элементами группы. То есть надо для каждого элемента группы посчитать, сколько неподвижных точек, и просуммировать все это, и разделить, что такое среднее значение, разделить на количество элементов группы g. Вот, вот формула. Количество орбит – это есть единица, деленная на количество элементов группы g. Вот от такой суммы. Значит, нужно такую сумму. Для каждого элемента группы g считаем, сколько неподвижных точек у этого отображения. Доказательство. Просто суммирование надо записать двумя способами. Смотрите, число орбит. Вот здесь вверху написано «число орбит равно». Что это такое? Это надо каждой орбите приписать единицу, и эти единицы просуммировать. Сколько орбит, столько единиц. Теперь, что у нас здесь есть? Мы можем внутри орбиты, скажем, если орбита состоит из 20 элементов, то мы можем просуммировать одну двадцатую, и 20 двадцатых – это как раз будет единица. То есть, заметьте, в первом знаке равенства мы переходим от суммирования по орбитам к суммированию по всем элементам. Но зато суммируем вот такие дроби. Единица, деленная на количество элементов орбиты элемента m. Замечательно. Но что такое количество элементов орбиты? Когда у нас группа действует, то есть такая штука, как стабилизатор. Это те элементы, которые оставляют на месте элемент m. Так вот, орбита состоит в точности из количества элементов группы G, разделить на количество элементов стабилизатора. Это не хочу здесь объяснять. В общем, давайте договоримся, что вы это поймете. Если вы это не поняли, то почитайте что-нибудь, посмотрите. В общем, это нужно просто осознать. Вот, теперь делим единицу на дробь. Это то же самое, что поменять местами числитель и знаменатель. Значит, стаб переходит у нас в числитель, естественно. А теперь, смотрите, мы переходим от суммирования по элементам множества m к суммированию и по m, и по g. В чем идея? Вот здесь вот в квадратных скобках написано такое равенство, gm равно m. Когда мы пишем в квадратных скобках какую-то формулу, то это вот что такое. Единица, если выражение, которое внутри написано, верно, и ноль, если неверно. Вот стабилизатор – это в точности количество таких же маленьких, что gm равно m. Вот это здесь и написано. Прекрасно. А теперь переходим к суммированию по группе, занося внутрь суммирование по элементам множества. Ничего не изменилось у нас, потому что суммирование шло по группе и множеству, и оно так и идет по группе и множеству. Только раньше было неважно, в каком порядке, по множеству, по группе. А теперь сначала вот у нас внутри идет суммирование по множеству, а снаружи знак суммирования по группе. Прекрасно. Но что такое количество элементов, для которых gm равно m? Это в точности и есть тот самый фикс. То есть количество элементов, множество m, неподвижных под действием g. Вот и все. Мы начали, вспоминаем, с количества орбит. Где оно тут у нас было? Помните формулировка? Вот. Нет, 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 это не надо. А вот это надо. Если конечная группа действует, да, количество орбит. Прекрасно. Прекрасно. И доказали вот эту формулу, пришли к этой формуле. Ведь у нас было, что в начале количество орбит, потом считали, считали, считали. Ну, в общем, и досчитали. Да, вот теперь следствие. Если орбита одна, то единица равна, единица, деленная на количество элементов группы g, г, той самой суммы количества неподвижных элементов. Ну, и можно g из знаменателя поднять, и получится замечательное равенство. Идем по группе. Для каждого элемента вычисляем, сколько неподвижных точек. И вот если группа транзитивно действует, то в таком случае верно такое равенство. Ну, соответственно, если несколько орбит, то вот Лем Моббернсайд говорит, что у нас появится в правой части количество орбит.